Всем привет дорогие друзья! Как реанимировать соленую рыбу, если она чересчур пересолена, будь то селедка или вот такая вот, например, дорогая рыба хороших сортов, семга или форель? Много соленого кушать нежелательно, а рыбы очень солененькой хочется, но она, как назло, везде пересолена. Я хочу с вами поделиться отличным способом, которым мы пользуемся уже очень много лет. В основном я этот способ использую для селедки, но сегодня я вам покажу на таком кусочке красной рыбки. Рецепт рассчитан на одну рыбку, на одну селедку. Здесь в ковшике у меня 300 мл воды, несколько штучек перчика горошка и лавровый листик. Можно одну штучку или можно две штучки добавить. Я довела до кипения, выключила и остудила. Ещё в рассол можно добавить 1 столовую ложку сахара, я это делаю всегда, а вы как хотите, по желанию. Все ингредиенты, чтобы не пересматривать видео, вы найдёте в описании под этим видео. Понадобится пол-литровая банка. Кстати, в пол-литровую банку вмещается целая селёдка. Обязательно 1 репчатый лук нарезаю колечками, без лука это будет не то. Кладу в банку слой лука, слой рыбы, опять слой лука и так пока не закончится рыба. Заливаю холодным маринадом и оставляю, ну, минимум на 3 часа. Закрываю крышкой, идеально, конечно, оставить на всю ночь в холодильнике. Рыбка получается вкуснейшая, просто обалденная. Попробуйте. За счёт того, что я соль в маринад не добавляю, лишнюю соль из рыбы вытягивает, значит, вот этот маринад. И рыба получается, ну, очень вкусная. Хочу сразу ответить на вопрос на один, так как я догадываюсь, что вы будете об этом спрашивать, сколько может храниться такая рыбка. Ну, вот у меня хранилась селёдка в таком маринаде в холодильнике, ну, ровно 3 дня. Сколько бы ещё она хранилась, я не знаю. Мы просто её съели. Очень удобно. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте с колокольчиком подписаться на канал, и тогда оповещения о новых видео вы получите самое первое. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.